Благодарим Всевышнего Аллаха, субханаху ва Та'ля, то, что Он дал нам возможность собраться в самом наилучшем в своем месте, в доме Аллаха, субханаху ва Та'ля, в самый лучший из дней, в пятничный день, Яуму-ль-Джума'а, сделал нас братьями любящими друг друга ради Аллаха, субханаху ва Та'ля. Просим Аллаха, субханаху ва Та'ля, как нас вместе собрал в своем доме, чтобы также вместе мы были, аль-хамдул-Лля, в раю, Яуму-ль-Кияма. Кто деньги потерял, пока не забыли деньги, кто потерял, подойдете, после джума'а заберете. Сегодняшнюю тему, братья, хотел бы, так скажем, раскрыть, по милу субханаху ва Та'ля. Часто мне в последнее время пишут на почту вопросы и так далее. Когда мы были на хадже и проходили мимо могилы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, давали салям пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва салям, Абу Бакр, рада Аллаху альхи ва саляму, и там была одна группа, может, из Индии или Бангладеша, и они обращались к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва салям, говорили, помоги нам, посланник Аллаха, попроси его Аллаха, и потом у меня в группе, которой братья были, спросили этот вопрос, то есть, как нужно правильно давать салям пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва салям? Как мы сказали, нужно когда проходить мимо могилы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва салям, проходить и нужно давать салям, ас-саляму алейки, я Расуль Аллах, ас-саляму алейки, я Аба Бакр, ас-саляму алейки, я Умар ибн Хаттаб. И потом задали вопрос А вот там некоторые люди делают дуа Обращаются, что-то просят У посланника Аллаха Дозволено ли обращаться с мольбой К посланнику Аллаха Упросить у посланника Аллаха Я опять же опираясь на знания Сказал, что нет, этого сделать нельзя Это ширик И после этого начали мне писать Много писем И присылать много Хадисов, историй И говорить То есть когда бывает, когда ты ответил Не так, как хочется кому-то услышать Некоторые люди хотят тебя записать В какое-то там сектанство И так далее, поэтому, аль-хамдул-ля Я всегда говорю, что Как Аллах в Коране говорит Аллах назвал вас мусульманами То есть, аль-хамдул-ля Мы мусульмане И помилусь Аллаха К тому или к этому сектанству Себя не приписываем, а стараемся приписывать Мы говорим к пророку Мухаммаду К религии Аллаха Вот мы все мусульмане Поэтому Помилусь Аллах Субхану и Тааля Даже наш мухти Россия Шейх Раби Айн-юддин Сказал У нас есть Кур'ан Есть Сунна Есть Мазхаб И это, аль-хамдул-ля Путь посланников Путь сахабов Присылали Присылали мне хадисы Даже такие вещи говорили Почему вы заблуждаете людей Неужто вы не читали такие истории Такие хадисы Все эти истории я выписал И все эти истории Они, как оказались, слабые Или придуманные Хотелось бы, во-первых, пояснить вообще Или говорят Вы против тавассуля Пророка Мухаммада Мы не против тавассуля То есть, аль-хамдул-ля Но именно того тавассуля Который приходит в шариате Во-первых, хотелось бы, чтобы эту тему Потому что много пишут До сих пор пишут Хотелось бы объяснить Сказать Аль-хамдул-ля Рассказать Поговорить об этой теме сегодня Во-первых И, или говорят То есть, что такое тавассуль вообще Как перевод Тавасиль? Тавасиль — это Тавасуль. Можно назвать его через Сат Тавасуль. То есть когда ты к кому-то подходишь, приближаешься, прибегаешь через что-то, через кого-то. Например, когда я спросил Магия Василия, как ты сюда приехал? Я приехал сюда на машине, или я приехал сюда на автобусе. То есть это то, на чем ты добрался сюда. Через что ты приближаешься, через что ты добираешься до своего пути. И говорят то, что все ученые Ахли Сунна Уль-Джама'а, они не различают между тем, что можно делать Тавасиль через живого человека или через мертвого. Это каламбат или это недостоверное. Джамхир Ахли Сунна Уль-Джама'а не были на этом. Сейчас мы, помимо Саллаха, постараемся это разобрать. Во-первых, Аллах Субханава Та'ля говорит, не одинаковый, когда люди говорят, одинаковый живый, одинаковый мертвый, какая разница. Не одинаковый, Субханава Та'ля говорят, не живые, не мертвые. И тот Тавасиль, который дозволен в шариате, на это есть Нусус, на это есть Далили из Курана и Сунны. Первый, это Тавасиль беля аммали салиха. Когда ты прибегаешь к Аллаху, Субханава Та'ля, посредством благих деяний. И это, как помните, те трое в пещере, когда они остались в пещере, и каждый начал прибегать к Аллаху, Субханава Та'ля, через свои благие деяния, которые он сделал перед Аллахом, Субханава Та'ля. Один из них говорил, я всегда доил молоко и всегда приносил родителям. И вдруг я опоздал, мои родители уже спали. Мои дети и супруга ждали это молоко. Я ждал, пока проснутся мои родители. Они проснулись, я их напоил. Потом он сказал, Аллаху, если я это сделал, то есть такое отношение к своим родителям, ради твоего лика, ради твоего удовольствия, то примета. И скала, она отодвинулась. Второй человек, он приблизился к Аллаху, Субханава Та'ля, через свои благие деяния, то, что у него был работал Аджир, работал его работник, оставил у него имущество, он наммах. То есть он его сделал, увеличил его имущество. И когда он пришел за этим, он ему вернул его в увеличенном количестве. И сказал, Аллаху, Субханава Та'ля, если я сделаю это ради тебя, то прими это от меня. И сдвинулась гора, сдвинулась. После этого третья, у него была двоюродная сестра, которая очень сильно ее любила. И она нуждалась в имуществе. И потом он ей предложил, я тебе дам это имущество, если ты сделаешь со мной зина. И когда он уже приблизился к ней, она сказала, Итта-Килля, побойся Аллаха. И он приблизился к Аллаху, Субханава Та'ля, посредством этой целомудрии, и сказал, Если я сделаю это ради тебя, то прими это от меня. Я открыл гора, и они все вышли. И вот на этом можно делать кияс, можно делать аналогию любой благое дело, через которое ты приближаешься к Аллаху, Субханава Та'ля. Например, Я приближаюсь к тебе посредством любви по отношению к тебе. Или посредством любви к пророку Мухаммаду. Приближаюсь к тебе через хорошее отношение к своим родителям, через свои садака, через свой хадж. Вот это Это именно тот тавасль, который принятый, который востребованный, который есть на это доказательство в шариате. Второе, когда ты восхваляешь Аллаху, Субханава Та'ля, как Аллах, Субханава Та'ля, У Аллаха есть прекрасные имена, и взывайте Аллаха посредством этих имен. Например, Я гафар, о, прощающий, прости меня, прояви ко мне свою милость. То, что делал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, говорил, Я хайя каюм бирахматики астагиф. О, Аллах, Субханава Та'ля, О, живой, который никогда не спит, дай мне посредством твоей милости и прошу твою помощь. И то, что он будет делать в судный день, когда каждый придет к своему пророку и будет спрашивать у него помощи, и каждый будет направлять другого, придут, тогда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Я попрошу Аллаха, я знаю, как просить, То есть, я приведу к Аллаху, Субханава Та'ля, и восхвалю его теми восхвалениями, которые он меня обучил, и другими восхвалениями, и тогда какой будет ответ? Я, Мухаммад, стань, подними голову, проси, я тебе дам, будь заступником, ты будешь заступником. И третий вид того ссуля, который дозволен в шариате, это это когда ты приходишь к живому человеку и просишь, сделай за меня дуа. Попроси за меня в Аллаху, как Укаша пришел к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, Я, Расуллах, удаю Аллаха, я джалене минхум, ка ла анта минхум. Посланник Аллаха, попроси Аллаха, что я был из числа них, ты из них, сказал пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям. Или когда пришла темнокожая женщина, посланник Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть в ней была некая болезнь, как эпилепсия. Попроси Аллаха, для меня шифа. И тогда она сказала, я открываю свой аурат, и заходила среди мужчин, и тогда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, терпение у тебя будет рай. На что она сказала, я проявлю терпение у посланника Аллаха, но попроси за меня дуа, чтобы я свой аурат не открывал. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, попросил за нее дуа, и она свой аурат больше не открывала. И то, что сделал Умар, когда не было дождя, после смерти пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что могила, салаллаху алейхи вассалям, была среди них, но он пришел к Аббасу, к дяде пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху и сказал, Он сказал, о Всевышний Аллах мы к тебе прибегали делали тавассуль через твоего пророка но сейчас делаем тавассуль через дядю пророка, через Аббаса о Аббас, стань, сделай за нас дуа это далиль то, что в тот момент кто лучше, пророк Мухаммад или дядя пророка нету сомнений, что пророк лучше, но так и несмотря на это его могила среди них, они не пошли на могилу почему? потому что он живой потому что Аббас живой, и они не прибегали через Аббаса, как через человека а именно через его дуа попросили у него сделать дуа потому что если бы они прибегали бы через человека, через личность то бы пошли бы на могилу пророка Мухаммада и обратились бы к нему следующий вид тавассуль о чем я имел ввиду и опять же нужно различить я не сказал ширк сделать тавассуль через мертвого человека сказал когда ты обращаешься прощешь дуа у мертвого вот это ширк а то, что делает тавассуль через гаиб или через маида ученые говорят это беда некоторые ученые говорят это ширк то есть если человека нету рядом и через него прибегать к Аллаху или человек мертвый то есть это недозволено почему? во-первых этого не делал пророк Мухаммад не приходил на могилы и не делал тавассуль через могилу к посланнику Аллаху не приходил на могилу Пророка Мухаммада. И они больше всех любили Пророка Мухаммада. И ни один из ученых Из первых трех веков Не сказал об этом. Что можно делать. Обращаться через могилу, через мертвого Или через т.к. Через того, кто не рядом. Даже из четырех мазхабов никто не говорил, что можно обращаться к Аллаху через мертвого. Не имам Абу-Ханифи, не имам Шафи, не Ахмад, не Малик. Это все пришло в курун мутаахира. То есть вот в эти времена, в поздние времена. Даже выдающий ученый Айнай-Лауи, один из выдающихся ученых харафистского мазхаба, поясняя вот это вероубеждение Абу-Ханифи, он сказал, однажды Абу-Ханифи увидел человека, который подошел к могилам праведников, поприветствовал и начал разговаривать с этим могилами, с обитателями этих могил. О обитателям могил, я асхабу кубур, осталось ли в вас благо? То есть обращается к кому? Обращается во время Абу-Ханифи, один из людей, к обитателям могилы. Осталось ли в вас благо? Остался ли от вас след? Я приходил и звал к вам несколько месяцев, и прошу вас только помолиться за меня. Вот так он обращался к обитателям могилам. Абу-Ханифи, рахмаллах, услышал это и спросил его, ответили ли они тебе? То есть ты к ним приходишь, взываешь к мертвым, ответили ли они к тебе или нет? Тот ответил, нет. Абу-Ханифи сказал, горе тебе. Абу-Ханифи, рахмаллах, сказал, горе тебе. Как ты можешь разговаривать с теми, которые не могут тебе ответить, не владеют ничем и не слышат голоса? После чего прочитал аят из Корана. Ты не сможешь заставить слышать тех, кто находится в могилах. Эта история приводится в книге «Шифал Судур» на 44-й странице. Поэтому, что такое вот тавассуль? У вас есть, например, у вас сын есть? Как зовут сына? Амаль. Вас как зовут? Амон. Я, например, тавассуль, говорю, Амон, из-за амали я прошу тебя, сделай так мне, пожалуйста. Ты мне скажешь, при чем тут ты и амаль? Я сделаю для амали, не для тебя. Из-за амали я амалю дам, а не тебе. Поэтому ты, когда приближаешься к Аллаху, делаешь тавассуль через то дело, которое ты сделал, а не кто-то другой. Через свои благие деяния, через имена Аллаху, ты что-то должен сделать, чтобы приблизиться к Аллаху. Поэтому Аллах в Коране говорит Просите у меня, я вам отвечу. Аллах сказал, просите через этого. Просите у меня, я вам отвечу. А те, кто в могиле, амват, гайру ахья, Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, они умерли, они не живые. Как можно обращаться к ним? Кефи я дуугам. Поэтому если мы будем думать, что они слышат и могут ответить, тогда кто тот, который хайю леви ла ямут, тот, который живой, никогда не умрет? Если человек приходит к могиле и говорит, ты можешь мне помочь, ты можешь ответить и так далее, тогда кто, который не умирает и который всегда слышит, Субхану Ва Тааля? Это хаятур барзах, у них там своя жизнь, барзах. Гайру хаяти амма, не та жизнь, которая среди нас. Или когда ты обращаешься к Аллаху, Субхану Ва Тааля, через того, кто не рядом с тобой, через гайб. Он знает все скрытое и все явное. Это Аллах, Субхану Ва Тааля. Аллах, Субхану Ва Тааля, который знает все скрытое и все явное. Он Аллах, Субхану Ва Тааля. И поэтому, когда мы, если прибегаем к Аллаху, Субхану Ва Тааля, делаем тавассюль через мертвого человека, или через того, который не рядом, как будто мы его сравним с Аллахом, Субхану Ва Тааля. Поэтому нужно делать тавассюль через то, что Аллах, Субхану Ва Тааля, узаконил в шариате. Живой человек сможет, если я обращусь, скажу, сделай за меня дуа, он сможет за меня сделать дуа? Поэтому, а если ты придешь к мертвому человеку и говоришь, попроси за меня дуа, Аллаху Аля, услышит он или нет? А если слышит, сможет ли он мне ответить или нет? Я не знаю об этом. У них своя жизнь. Аллах, Субхану Ва Тааля говорит, если они услышат, вам не ответят. Он мачгуль, он занят. Если он из обитателя рая, занят он тем наслаждением, которое там в Барзахе, в саду из садов рая. Ему не до тебя, он занят. Если он наказывается, то он тоже занят. Его наказывают там. Поэтому вот на что я хотел именно сделать акцент. Тавассюль – это не истигаси, это две разные вещи. Истигаси – когда ты просишь у человека, помоги мне, дай мне. Вот это я имел в виду щирки. А то, что делаешь, например, тавассюль через гаеба или через мертвого, то это ученые говорят беда. Некоторые говорят, что это щиркуль-азгар. Поэтому, когда говорят хадис шафа'а, как же тогда посмотреть на тот хадис шафа'а, когда в судный день каждый будет прибегать и просить заступника, посредника. Придут к Адаму, придут к Нуху, придут к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Они живые. Ты живой будешь в судный день. И это тоже чего. То есть живой обратился к живому, в этом нет ничего. И это матлуб, это то, что они будут просить у них дуа, чтобы они сделали дуа и были заступниками перед Аллахом. Субханаху атеаля. Поэтому, если, например, сейчас сказать, например, тавасюль можно делать через мертвого человека. Просто представьте, можно делать. Сколько людей будут делать тавасюль во всем мире? Тысячи, тысячи человек одновременно. Хорошо, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, при жизни мог слышать сразу тысячи человек или двадцать человек? Не мог, Субханаха мухаммад. Кто этот Аллах, субханаха мухаммад, все голоса всегда слышит. Один в Таджикистане, другой в Татарстане, третий в Англии, четвертый в Бразилии, один на португальском делает, другой на английском делает, один на татарском, другой на таджистском. Хорошо, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, понимал эти при жизни языки или нет? Он не понимал даже, он своего зейдмя, сабиту сказал, когда они переселились в Медину, чтобы он выучил язык людей, чтобы смог с ними общаться, чтобы смог до них доносить дарват и читать их книги. Поэтому а вот именно через живого человека он сможет. Также, например, на это есть указания. На это есть указания, как сказал порок Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умару бин хаттабу, рада Аллаху айху, про Уайсель Карни, который жил в Йемене. Я теку мраджалу мин карн кана бихи барас фаде Аллаха, то есть, например, Уайсель Мюкарни, порок Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который жил в Йемене, не смог увидеться посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал то, что придет человек из Йемена. У него была болезнь, он просил Аллаха, субхану ва таля, дуа и вылечился. И он очень хорошо относится к своей маме Яумар. Когда он придет, если ты его встречишь, попроси у него, чтобы он сделал за тебя дуа. Вот это то, что мащру, аматлуб, то, что от нас, альхамду лля, требуется прибегать к Аллаху, субхану ва таля, и делать тавасюль. Поэтому мне не против тавасюля. Нет, наоборот, это востребовано. Но именно через тот тавасюль, который узаконен в шариате. Хотелось бы теперь ответить, альхамду лля, когда вот мы, например, разбираем вопросы шариаты и так далее, альхамду лля. Наша религия, она не опирается на наши чувства. Наша религия опирается на далиль, на Кур'ан, на сунна. Поэтому вот эти далили, которые мне присылали, 7-8 далилев, хотелось бы их, альхамду лля, сегодня тоже упомянуть. Первое, далиль, то, что во время пророка, в хадисе Амра абли Хураи, слепой человек, который был во время посланника Аллаха, то есть присылает, говорит, не дошла ли до вас вот эта история о слепом человеке. То, что то есть во время к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи 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 Наби Рахма, О, Аллах, я тебя прошу, я обращаюсь к тебе через пророка Мухаммада, пророка милости. О, Мухаммад, обращаюсь к тебе, и Аллах дал ему зрение. Это хадис, то есть, опять же, мы должны изучать хадисы, мы должны смотреть цепочки, смотреть, что ученые говорят по отношению этих хадисов. Есть разногласия по этому хадису, некоторые ученые говорят, что он слабый, некоторые ученые говорят, что он хороший. Даже взять, что он достоверный, хороший, но какая суть этого хадиса, смысл этого хадиса? Он пришел, попросил у него сделать за него дуа. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, встань, возьми омовение, прочитай два ракета намаза. Чтобы он посмотреть его искренность в том, что он обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, с дуа. И нет шакка, нет сомнения, что вуду, омовение, намаз, это унван аля ракбатих витавасил биннаби, саллаллаху алейхи вассалям. Именно это есть указание, это есть его желание, чтобы получить дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его сытк, его ихлас, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, если его неят, проверить его намерение, искренность, если его неят, он действительно искренный, то пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сделает за него дуа. В этом хадисе указано, что этот человек попросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к живому, просил, чтобы он сделал за него дуа. А после смерти нельзя приходить и просить, саллаху алейхи вассалам, обращаться с дуа. Как сказал прак Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, когда человек умирает, книга его деяния, дела его закрываются, кроме трёх видов людей. Садакат-у-ль-джария, ва-ль-му-ян-тафи-уби, ва-ля-ду-с-салиху-я-ду-уля. То, кто после себя оставил садак-а-ль-джария, то, кто после себя оставил полезные знания, которые приносят пользу, и благих детей, праведных детей, которые делают дуа. А дуа самого человека — это амаль. То есть дуа, айбада, поклонение Аллаху, субхану-в-та-Аля. Когда человек умирает, у него нет дуа. Дуа — это поклонение в этой жизни только. Как сказал, субхану-в-та-Аля, сказал Господь, просите у меня дуа, я вам отвечу. И те, которые высокомеруются от поклонения, здесь Аллах, субхану-в-та-Аля, назвал дуа, как айбада, поклонение, зайдут униженным в джаханнам, сказал, субхану-в-та-Аля. Поэтому дуа — это в этой жизни человек может делать дуа. И поэтому не было субхану-в-та-Аля. Поэтому Аллаху, субхану-в-та-Аля, рядом с могилой пророка Мухаммада, среди них в Медине, пришел к Аббасу и сказал, он бросился к Аллаху, о, Всевышний Аллах, субхану-в-та-Аля, мы делали тавасуль через пророка, когда он был живой, а сейчас мы делаем тавасуль через дядю пророка. И тогда Аббас, рада Аллаху-в-та-Аля, сделал дуа, истиска, и пошел дождь. Также в этом хадисе «Далиль» То есть в этом хадисе есть указание, что этот человек, слепой человек, пришел к пророку Мухаммаду, к живому, и просил у него дуа. Если было указание, то, что делать через тавасуль, через послание к Аллаху, а не просить у него дуа, он бы сидел дома и обратился к Аллаху, и сказал бы, о, Всевышний Аллах, субхану-в-та-Аля, я прибегаю к тебе, приближаюсь через послание к Аллаху. Не пошел бы пророку Мухаммаду, саллаллаху, алейкум-в-та-Аля. И из джумлятой дуа, из этого дуа, который обучил его послание к Аллаху, саллаллаху, алейкум-в-та-Аля, этого человека, То есть, о, Аллах, субхану-в-та-Аля, дай мне его шфаа, то есть он обратился к Аллаху, дай мне заступничество, посланнику Аллаха, саллаллаху, алейкум-в-салям, то есть прими дуа пророка Мухаммада, саллаллаху, алейкум-в-салям, поэтому этот хадис никак не указывает то, что можно делать тавасуль через послание к Аллаху, саллаллаху, алейкум-в-салям, после его смерти. Живой пришел к живому, попросил дуа, И потом в этом же дуа Он бы не сидел дома, не говорил О, Аллах, я прибегаю через посланник Аллаха А попросил за него сделать дуа Также к которому Мне пришел далиль То, что можно делать Через мертвых или через тех, кто не рядом Хадис, который Приводится, история Адама Когда Адама Когда Адама Совершил грех То есть ослушался Аллах Он обратился к Аллаху Следующим дуа О, Аллах, я прошу тебя Посредством Мухаммада Прости меня И Аллах ему ответил Я Адам Как ты узнал о Мухаммаде? Я еще его не сотворил То есть он сказал О, Всевышний Аллах, когда ты меня создал, сотворил Я увидел на арше Написано Я понял то, что ты Сможешь к своему имени добавить только самое любимое имя для тебя Тогда Аллах, Субхану Талиму, ответил и сказал Ты говоришь истину, я Адам Поистине он самый любимый для меня Из моих творений Прости меня посредством него Я простил тебя Если бы не Мухаммад, я бы тебя не создал Этот хадис, который мы прислали в качестве долиля Вот же долиль То, что можно просить через мертвого Или через того, кто не рядом Этот хадис Этот хадис Придуманный Вот хадис, как приводится От кого? Цепочка Хадис Хадис Рассказал ему Абдурахман Бен Зейд Бен Аслам От его отца Дедушки От Умара Бен Кхаттаб Хадис Хадис Сахи Хадис Другие ученые Говорят, что это хадис недостоверный И говорят, что сам же хаким Он противоречит своим словам Потому что в другую историю, которую приводит От этих передатчиков Он говорит, что от них не берется Смотрите, что говорит имам Захаби Что говорит имам Захаби Бель мовзуга Придуманный хадис Абдурахман Вахин Абдуллах Бен Муслима Фахри Я не знаю, кто он Также имам Захаби Говорит Недостоверная информация И это же подтверждает Хафиз Ибн Хаджар Ибн Хадис Ибн Захаби Это приводит Абдурахман И он слабый Ибн Касир Ибн Касир В книге Говорит Это недостоверная информация Сам же передатчик Хадис Он говорит То, что Абдурахман Бен Зайд Он придумывает Хадисы То есть От кого передавать Другую Он же о нем Говорит То, что он придумывает Хадисы Так же Как же можно Брать от него Хадис Он сказал Сам же имам Хаким Говорит В книге Абдурахман Бен Зайд Передает Хадисы От своего Отца Придуманные Хадисы И говорят Ученые То есть Этот передатчик Он слабый И много Ошибается То есть Мы Нет у нас такого Не должно быть Упрямым Мы должны быть Или так далее Это берем То не берем Наша правда Не наша Мы должны возвращаться К Курану И к Сунне И к Когда мы говорим О шариате И не говорить Не приводить Истории слабой Или недостоверной Или придуманной Второй Далиль Который приводится Про Хаджир Который мне прислали То, что Вот же есть Далиль То, что можно просить То, что может Помочь Или навредить Кто-то помимо Аллаха Субхану Приводит Хадис Это хадис Достоверный Нет в нем проблем Бухария Муслим передает Но приводит Дополнение К этому хадису И нужно посмотреть Что Он приводил Как и слабые хадисы Так и сильные хадисы Он приводил Все истории Имам Бухария Приводит сильные Достоверные хадисы Имам Муслим Он все приводил И слабые И сильные Так же как Вот это добавка То, что Али Сказал Умар Нет же Говорит Правитель Праверных Али Обращается К Умар Он может Навредить И может Помочь Тогда Умар Сказал Я пробегаю К Аллаху Жить В том народе Где тебя нет О Али Я Абал Хасан То есть Али Сказал Что Ты ошибаешься Черный камень Может помочь И может Навредить Ученые Говорят То, что В этой цепочке Вот где Добавление То, что Али Сказал Что Черный Камень Может Помочь И навредить В этой цепочке Есть Абу Гарун Аль Абади Имам Захби Говорит Его Хадис Не берется Что касательно Хадис Абн Хаджар Говорит Где Умар Поцеловал Камень И сказал Ты не можешь Навредить И не можешь Помочь Если бы Не Мухаммад Тебя поцеловал Я бы этого Не сделал Это достоверный Хадис И есть У него цепочки Достоверные Хадис Которые Присылали Мне Тоже Хадис Недостоверный Следующая История Хадис Малик История То что Во время Умара Такой Малик Аддар То что Передается От Малик Аддара То что Было Засуха И пришел Мужчина К могиле Пророка Мухаммада И сказал О постаник Аллаха Попроси Дождь Как он до Абу Салиха. А после Абу Салиха идет Малик-дар. То есть он имел в виду вот эта цепочка достоверная. Также имам Захаби приводит эту историю в Сир. Имам Захаби привел только Иснат и не сказал, что это достоверно и не сказал то, что это недостоверно. Поэтому Малик-дар, чтобы говорить это хадис, как далиль брать, он неизвестный по своей справедливости, неизвестный, не знает о нем никто, ничто. То есть он также неизвестно, знал ли он наизусть хадисы или нет. И это два основные шарта, два основные условия у ученых муставаха. Чтобы сказать цепочка достоверная, должно быть аль-адаля ва-дабд. То, что он должен быть справедливым и должно быть дабд. То, что он должен быть хафидом. И также Ибн Аби Хатим приводит эту историю в Джарху Аль-Таадиль и не переводит никакого иного передатчика, кроме как Абу Салиха. И в этом есть указание, то, что он неизвестный. Это, однако, не противоречит словам Ибн Хаджара. Если бы он хотел бы сказать, что весь этот хадис достоверный или вся эта цепочка достоверная, он бы сразу бы начал от Маликеддара. Но он сказал Иснадин Сахи иля Аби Салиха. Если бы, как мы сказали, если бы он сказал бы что-то хадис достоверно, он начал бы сразу с Абу Салиха, Маликеддара, но не начинал бы с Абу Салиха. И эти ученые для чего так делают? Есть причины. То есть им полностью о каждом передатчике какая-то информация не приходит, и они не хотят полностью стереть всю цепочку. И они хотят, чтобы другие ученые посмотрели на это, кто такой Маликеддар. И это то, что сделал Аль-Хафид ибн Хаджар, рахмурллах. Как будто он говорит, как будто только Абу Салиха, только он единственный передает от Маликеддара. И что подтверждает то, что другой ученый, Хафид ибн Мунзари, в книге Аль-Таргейб, говорит, Он сказал, что до Маликеддара вся цепочка достоверная, а сам Маликеддар говорит, я не знаю его. Я не знаю его. Так же имам Аль-Хафид сказал в книге Маджмай Аль-Заваит. Второе, то, что почему это недостоверная информация, то, что здесь конкретно есть противоречия. То есть как нужно просить дождь? Дождь, есть, алхамдуля, много долилев, как нужно просить Аллаху Субхану Дождь, как нужно читать Салату Листиска. И на этом все ученые, как Аллах Субхану Ва Таиле в Коране сказал, Просите у Аллаха Субхану Дождь, он даст вам обильные дожди. И это то, что сделал Умар, когда не подошел к могиле пророка Саллаху Аль-Заваит, а подошел к дяде и сказал, попроси дождь у Аллаха Субхану Ва Таиле. Следующее то, что, если даже посмотреть, например, история-то достоверная, но, однако, нельзя ее брать как худжа, нельзя ее брать как далиль. Почему? Потому что кто этот такой человек, который увидел во сне, и ему сказали, что иди к Умру, и пойдет дождь? То есть пришел мужчина, пришел человек к могиле пророка Саллаху Алейхи Ва Салям. Этот человек тоже маджхун, неизвестный. Некоторые говорят, что это был Билляль и Бни Хариса. Но эта ривая, что это был Билляль и Бни Харис, она недостоверная, потому что передатчик, то, что это был Билляль, передатчик сейф. Сейф был Ибн Умар Аль-Тамими. Ученые мухаддисы говорят, что он слабый, от него не берется хадис. Говорят, что он придумал хадисы. Вот этот сейф, который говорит, что именно этот, который пришел к могиле пророка Саллаху Алейхи Ва Салям, был Билляль. Он придумал хадисы. И следующее, что в этом хадисе нет вообще тавассуля. В этом хадисе талабу дуа. То есть он обращение, то есть просит у пророка Саллаху Алейхи Ва Салям с дуа, обращение с дуа. Мы сказали то, что это... Все ученые говорят, что обращение с дуа к мертвому это ширк. Следующая история, которая мне пришла, это от Абу Бакра Мукри, Табарани, Абу Шейх. То есть Абу Бакр Мукри говорит, что я и Табарани, Абу Шейх, в храме Расули, Саллаху Алейхи Ва Салям, Абу Бакра Мукри говорит к могиле пророка Мухаммада, Саллаху Алейхи Ва Салям, и сказал, Голод, голод. Он сарафту. И потом ушел. Я встал с Абу Шейхом, и вернулись они уже домой, и пришел к нам домой Алейхи Ва Салям, и открыли. Человек пришел к Алейхи, у него была корзина, две корзины, там было много еды. То есть вы пожаловались обо мне, пророку Мухаммаду, Саллаху Алейхи Ва Салям, и он приказал мне принести вам еду. Это киса, это история. У нее нету вообще еснада, у нее нету цепочки. Ибн Аль-Джаузи приводит эту историю в книге Аль-Вафаби Ахвалил Мустафа. Ибн Аль-Джаузи приводит эту историю в книге Аль-Вафаби Ахвалил Мустафа, и приводится через цепочку тамрид. То есть, передается. Не сказал, я слышал, передал, сказал. Передается от Абибакри ибн Абибали. Ибн Абибакри, ибн Абибакри, ибн Абибакри. И потом привел эту историю. Это не берется за долель среди ученых ни касательно хукмов, халали, харама, фикха и тем более ни в вопросах акиды. Поэтому здесь тоже есть указание, что это недостоверная информация, недостоверная история. Почему? Потому что что им запретило кушать? Как в риваете, то, что они спешили. Если у них не было времени, как можно сказать, или еда будет, или смерть? То есть они не того, что они умирали от голода. Именно поспешили, не успели покушать. Второе, то, что Алявы пришел и сказал, «Шакаутумуни илянаби, салаллаху алейхиму ассалям, батль». То есть вы пожаловались ко мне пророку, салаллаху алейхиму ассаляму. В истории нет того, что они жаловались пророку Мухаммаду, салаллаху алейхиму ассаляму, на Алявы. И кто это Алявы? Чтобы посмотреть, берется от него или нет. Неизвестный человек. Поэтому не каждый тот, кто увидел пророка Мухаммада, салаллаху алейхиму ассаляму, во сне он увидел его. Как когда имам Бухари сказал, То есть именно кто увидел пророка Мухаммада, салаллаху алейхиму ассаляму, если увидел в его облике. То, что Ибн Сирин говорил, если к нему приходили люди и говорили, мы видели посланника Аллаха, салаллаху алейхиму ассаляму, он говорил, опиши мне его. Если он описал его на таком облике, не описывал на таком облике, который знал Ибн Сирин, он говорил, ты его не видел. И также как приводит хаким от Тарика Аса и Мин Кулейб, то, что сказал Ибн Аббасу, я видел пророка Мухаммада, салаллаху алейхиму ассаляму, и он сказал, пиши мне его. Он сказал, я его сделан похоже на Хасин ибн Али. Тогда он сказал, ты его видел. Поэтому, уважаемые братья, вот эти все долилии, которые приводятся, также история Усмана ибн Хулеифа, когда он приходил к Усману, она тоже слабая история. Также история, которая приводит от Абийс Хакль Кураши, то, что был человек в Медине, если он не мог изменить какое-то порицаемое, он приходил на мингилу пророка Мухаммада, салаллаху алейхиму алейхиму, я обращался уже не к пророку, а к могиле. Я к Кабра-н-набига. О, могила пророка. И двое тех, кто лежат, то есть жаловался уже не к пророку, а к могиле пророка. Поэтому передатчик этого тоже Мухаммад ибн Катир Абу-Исхакль Кураши Аль-Куфи Ярвы Абу-Исхакль Кураши Салим Амр Абн-Никайс Аль-Муллай Такеллам Фи-Кутайба Ахмад Харакна Хадис Имам Ахмад говорит вот этого передатчика, который передает этот хадис, то, что приходили они на могилу пророка Мухаммада, салаллаху алейхиму алейхиму, и обращались к могиле. Абу-Исхакль Кураши передает хадисы от лейха Ибн-Кайс Абн-Муллай Имам Ахмад говорит, мы сожгли его хадисы и сказали Али-Ибн Мадине ката бна ан-уан лейха Аджаеб и ката али-Хадис и ва-да-а-фу джиддан Говорит, я читал его хадисы Али-Ибн Мадине Великий Мухадис То, что я читал его хадисы передает он от лейха удивительные истории Я подчеркнул их и сделал их дайфы увидели, что они слабые и сказал имам Бухари мункер аль-Хадис То, что его хадисы не берется Говорили мы много братьев Что хотелось сказать в этом Подытожить и сказать То, что Аль-Хамдул-Лля Мы не против тавассуля Мы Аль-Хамдул-Лля Тавассуля мы просим Аллаха приближаясь к Аллаху Но только через те тавассули Через те тавассули которые дозволены в шариате Через благие деяния На это есть далиль Когда обращаешься к живому человеку Видишь, что он салих Видишь, что он праведный И просишь его Сделай за меня дуа Или когда кто-то в Мекк уезжает Сделай за нас дуа Это Аль-Хамдул-Лля Дозволено Или когда мы обращаемся к Аллаху Посредством его имен Посредством его качеств Вот эти Три тавассуля дозволены Четвертый тавассуль Обращаться через мертвого Или через того Кто не рядом Это беда Некоторые ученые говорят Ширкуль Асгар Но просить Помощи У мертвого человека Это ширк Поэтому Просим Аллаха Субхану Чтобы укрепил нас На пути единобожия И Субхану Тут нет вопроса Я прав Ты не прав Это вопрос Это вопрос Мы же хотим Все попасть в рай Мы хотим Друг другу сделать наставление Никого не оскорбляй И так далее Потому что Мне такие писали Я уже говорю Субхану Уже когда говоришь Просите только у Аллаха Ты становишься Ты заблудший Ты людей заблуждаешь И так далее Субхану А у кого Мы должны просить Как Аллах Субхану Говорит в Аятах Есть алунек Есть алунек У тебя спрашивает Мухаммад Про это Спрашивает Про это Спрашивает Про то Спрашивает Касательно Алкогол И азартных игр Скажи Спрашивает У тебя Касательно Женщина Своих дней Скажи Спрашивает Когда наступает Новый месяц Скажи Но однако В дуа Если у тебя Спрашивает Мои раб Мои рабы Обо мне Такой же вид Цыга Такой же Аят Аллах Не говорит Скажи Что я близок Он говорит Сам Отвечает То я Близок То я Близок Поэтому Когда мы Приводим Вот эти Чтобы не было Наоборот Не было заблуждения Когда пишут И говорят Ты заблуждаешься Заблуждаешь людей И вот эти Все долели Которые мне Пришли на почту Все они Оказались Слабыми Все они Оказались Недостоверными Поэтому У нас есть Кур'ан Есть Сунна И достоверная Информация Которая Пришла От правильных Присчесников Еще раз повторю Ни пророк Мухаммад Не ходил Не просил У мертвых Ни Абубакар Ни Умар Ни Утман Ни Али Ни Сахаба Ни один Не подошел Ни другие пророки Не ходили К другим пророкам На могилы И просили у них У них Какую-то помощь Ни четыре Мадхаба Не просили Это все Прошло Это последние времена Поэтому Просим Аллах Что простил нас И вел нас Прямым путем Учезаком На хаир Саляму Алим Алим